Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у Акваменю, это такое объединение, в котором есть и своя розница, и свое производство. Причем производят они не только для своих магазинов, а вообще для всех магазинов. С 93 года мы производим, 28 лет, так что в целом. И сейчас в этом видео я хочу вместе с вами узнать о тех новинках, которые у них появились. Да, всех приветствую. Это действительно выставка Парк Зоо, уже 10-летний юбилей выставки, и мы представляем свои новинки. Это первое, что хотелось бы показать, это корм ГСК. Гречнево-спирулиновый корм, разработан совместно с известным их теопатологом, кандидатом биологических наук Владимиром Ковалевым. Владимир целый год испытывал корма, суть в том, что здесь рыбная мука, греча и спирулина, то есть в целом набор спортсмена. Греча себя очень хорошо зарекомендовала именно с точки зрения своих питательных свойств, в ней гораздо больше микроэлементов, железа, плюс переваривалась гораздо лучше. Также немаловажно, что этот корм не дает переворотов золотых рыбок, то есть тестировали на 500 золотых рыбок и переворотов не было. То есть вы их специально перекармливали? Да, старались максимально нагружать их в пищеварительную систему и переворотов не было. Дмитрий, скажи, пожалуйста, вот золотые рыбки достаточно прожорливаются такие рыбки, и особенно если содержит их профессиональные кормисты, которые занимаются этими золотыми рыбками, то, как правило, объем корма у хозяина этого корма должен быть большой. Какие у вас есть объемы корма? Объемы есть разные. От, соответственно, маленьких 10-15 грамм саши, называется маленькие, до опаки, до литровых. И даже есть ведра, ну, здесь они на стенде находятся, даже есть ведра 2-4 килограмма корма. То есть они вот такие, да, например? Ну, большой 11-литровый ведро. Поэтому есть любая фасовка, поэтому человек может попробовать, соответственно, с маленьких до больших. Также хочу отметить, что к каждой нашей упаковке идет ложечка. Это немаловажно, потому что часто сталкиваюсь с тем, что люди перекармливают свою рыбу, да, а первое правило аквариумиста – это лучше не докормить, чем перекормить. Это очень важно. Вот. Поэтому рекомендую тех, кто не пробовал попробовать, и уверен, что рыба оценена. Потому что, в целом, по нашим, ну, как бы, оценкам, корм, он 8 из 90% рыб пресноводных едят спокойно. Ну, кроме крайних хищников, да, потому что все-таки это более со спирулиной корм, да, он более для травоядных. Но вообще мы его позиционируем как для всеядных рыб. Ну, я ваш корм пробовал кому только не давать, и хищным, и не хищным, они на самом деле все хорошо его едят. Все хорошо едят. Даже не скучно. Даже не скучно. У вас, получается, есть мелкие гранулы, да? Да, линейка очень простая. Соответственно, она идет от корма S. Сейчас я вам покажу S, маленький, да, вот здесь сверху видно фотография корма, да, совсем мелкий. Дальше идет корм M, он чуть покрупнее. Вот, буковка M. Дальше идет L, да? Дальше есть еще XL. Это будет такой, наверное, да, XL, да? Он больше для золотых подходит? Да, это больше… Да, он даже называется… Да, Goldie Sticks. Да, это как именно для золотых. И еще корм XXL. Это, ну, для совсем крупных рыб. Вот, то есть, в целом, закрывает весь ряд гранул. И еще есть флэк. Ф – флэк. Вполне логично. Флэк, то есть, это хлопья? Хлопья, да. Хлопья, ну, иногда странный манер – флэк. Да, вообще это хлопья. Вот. Так что вся линейка довольно компактная, но при этом универсальная. Что еще из новинок появилось? А также из новинок появилось Аквастарт, например, да? То есть, это кондиционер для водоподготовки. То есть, перед запуском аквариума рекомендуем. Он убирает хлор, тяжелые металлы и так далее. То есть, его можно прям водопроводную воду заливать? Да, да, да. При подмене воды, особенно если заливают из-под крана. А при перевозке оно… Тоже хорошо, потому что витамин В есть и антистресс. То есть, это довольно хорошая вещь, если вы перевозите свою рыбу, либо только купили, можно немножко добавить, и переезд будет деликатным. Отлично. Что еще появилось интересного? Также интересная история – это улиткоед. Частая проблема в аквариумах. Да, это убивает… Вот здесь даже видите, такая мишень, да, и соответственно улиток. Средство довольно эффективное. Оно действует на всех улитках? В основном, да. Как им пользоваться? Если у меня в аквариуме есть, например, эльфы улитки, их нужно на время убрать? Конечно. Конечно. А сколько будет действовать этот приворот? То есть, я по дозировке залью его? Я вам рекомендую действовать по инструкции. Я вам рекомендую действовать по инструкции, да. То есть, соответственно, инструкцию можно дать отдельным, да, тем самым. То есть, действует в течение двух часов, через два часа необходимо удалить мертвых улиток и провести 30% замену воды. То есть, на самом деле… А, и после этого своих улиток я уже могу закидать? Да, да, да. То есть, в чем суть? Что данное средство начинает действовать на улитку, они начинают закрываться и у них уже как бы шок возникает. То есть, в принципе, их уже можно удалять, они уже неподвижные и так далее. Вот, если вдруг одной дозы это не получилось сделать, можно повторить через определенный промежуток времени. Потому что… Получается, такого флакончика на 100 мл хватает на 1000 литров воды, да? Да, да, да. То есть, вполне себе большой флакончик, да. Средство с экстрактом чайного дерева. То есть, очень хорошо для заживления ран, то есть, если кто-то получил рану, рыбка, да, то есть, это как, знаете, подорожник для человека. Приложил и… Я, кстати, пользовался этим интерфиксом, мне вообще очень понравился, и так как он действует, мне понравился, его функционал, то есть, да, и помимо этого, он на самом деле очень приятно пахнет. Да, чайное дерево, экстракт чайного дерева. Вот видите, даже неончики под защитой чайного дерева. Это щит чайного дерева. Это вообще средство, которое я могу рекомендовать всем, я потому что сам им уже пользовался, вообще крутое. Очень универсальное, и также, кстати, тоже при переездах вполне себе хорошее средство. Немножко добавляет, да, и это антистресс добавляет. Вот. Есть еще кристальная вода, то есть, это, соответственно, если вы видите, что ваш аквариум, ну, не такой идеально чистый, как вам кажется, то это средство коагулирует все мелкие частицы в аквариуме, опускает их на дно. Различные частицы, которые присутствуют в аквариуме, они глазом не видны, да, но они есть. Из-за этого мы видим просто муть вокруг. Да, некоторую, даже вот небольшую муть, а хочется видеть аквариум максимально прозрачный и чистый. Как он на растения влияет? Никак? Никак. И на все улитки, креветки тоже надо? Да, да, да. Все нужно действовать согласно инструкции, естественно, но оно безопасное. Вот. Также еще вот из новиночек средство это Акваклин и Тераклин. То есть, это средство для очистки аквариумов и террариумов от известковых налетов и различных загрязнений. Не оставляет разводов и довольно компактно и удобно. Здесь такой дозатор, да, то есть, берем просто, пшикаем и тряпочкой, соответственно, протираем. Потому что частая проблема, да, то есть, это… Остается белый налет, да, на террариумах? Так, скорее всего, кальцевидный, вот. То есть, вот. Еще из террариумистики есть вот такие шарики, называется экзогель. Обычно, кто содержит террариум животных, например, я знаю, у тебя есть юблефар. Да, но я еще ни разу не пользовался. Да, соответственно, дадим тебе пользоваться обязательно. Если у тебя есть живые сверчки, то в чем проблема обычно? Когда они находятся в контейнере, когда добавляешь воду, начинает влага, значит, много влаги, да, и они начинают присневеть, ну, умирать. А сверчки очень сильно любят попить. Да, и поэтому данный экзогель, то есть, это некий гидрогель, то есть, это источник воды, да, то есть, получается, они его кусают, влага… Восвобождается. Да, высвобождается, и они, ну, пьют. То есть, можно спокойно уехать на 2-3 дня, добавить очень побольше, и они будут есть, и нет проблемы, что они там умрут из-за слишком большого количества влаги. А они от этого, кстати, умирают очень часто. Я первый своих сверчков, которые у вас же, кстати, покупал, я так погубил. Да, поэтому… А что это черное ТП? Это поилочка для них. А, это специально вот эти… Да, в нее можно класть, да, то есть… А сколько примерно нужно шариков? Неизвестно? Да, здесь можно класть, условно, по мере… Ну, как бы… Можно начать там… Смотреть, какое количество сверчков, то есть, условно, можно начинать там 3-4-5 шариков положить, посмотреть, как они быстро едят, дальше уже исходя из объема… Потому что, как, сверчки же потихонечку изымаются и кормятся, да? Вот. Ну, да. Поэтому вот… И если к нему добавить еще экзокрикет, то, в принципе, это корм для сверчков, да? То есть, получается, есть вода и корм для сверчков. Еще появились прикорневые удобрения, прикорневые удобрения, то есть, можно их прям под грунт, как бы… Микротабс, да? Да, микротабс, да, микротабс. А эти удобрения как лучше делать, на старте растения или когда они уже выросли, уже растут давно? Ну, на самом деле, для старта это хорошая история, потому что весь полный спектр микро-макроэлементов, да, и корневая система начинает укореняться быстрее. То есть, это вот для старта. Мы даже, в принципе, рекомендуем использовать, если использовать наш грунт ProPlant, он нейтральный, никаких в воду… Его даже промывать не нужно, он чистенький. То в целом можно это использовать как подложку. То есть, это получается типа керамика? Да? Типа обожженная, ну, глина какая-то? Да. Это в целом, можно так сказать. Вот. Поэтому он очень хорошо себя зарекомендовал, в воде смотрится довольно симпатично, вот. А это можно использовать как подложку. Просто выложить из этих таблеток подложку и сверху засыпать в грунт. А на какую глубину? Это можно прямо на дно положить. А если используется с точки зрения под каждое… Ну, если у вас уже есть растение, то можно, ну, сантиметр на три-четыре там туда вот, условно под них, и будет корневище разрастаться. И сколько нужно таблеток на одно растение средних размеров? Ну, одно-два будет достаточно. То есть, ну, в зависимости от корневища. А сколько там внутри? Сто штук. Есть такая же упаковка с десятью штучками для пробы, а есть сто штук – это сто. А срок годности у них сколько они будут действовать? Три года. Нет, но действовать они будут в зависимости от ваших параметров воды. То есть, ну, они дают хороший старт, именно корневища уже разрастается, дальше ему помогать можно уже жидкими удобрениями. А жидкие удобрения у вас есть? Конечно. Есть линейка микро, макро, калий, железа. Линейка жидких удобрений у нас есть, она состоит из макро, микро-1, микро-2, железа, калия. В чем суть, хотел бы отметить, именно нашей линейки. То есть, у нас есть микро-1 и микро-2. Микро-1 – это для большинства аквариумов, где есть немножко рыбы и немножко травы. То есть, это, ну, как бы, тут здесь именно… Небольшое количество. Небольшое количество, да, которое будет достаточно именно микро-1. Если у вас какой-то голландский травник или что-то такое серьезное – это, соответственно, микро-2. То есть, здесь более широкий состав, более сильная концентрация. Это именно для этого. Важно не перепутать вот эти два? Очень важно, да. Иначе будут некоторые проблемы в аквариуме. В отрасли могут возникнуть? Конечно. Конечно. Там много проблем возникнет. Вот. Поэтому важно не перепутать. Но в инструкции все написано, поэтому… Так, а макро, значит, мы используем? Ну, макро используем. Стандартные макроэлементы для старта и так далее. Это на ежедневной ставим? Да. Нет. Еженедельные есть и ежедневные. Так. И еще есть у нас железо. Есть железо. Если… Ну, то есть, на самом деле, вот, также, опять-таки, у нас есть на сайте очень интересные буклеты, да. То есть, здесь написано, ну, вот, прям, листы, да, их проблемы и что нужно делать. Ну, вот, инфографика очень понятная, да, то есть, дефицит кальция, оно приводит вот к такому, да, то есть, дефицит магния приходит к этому. То есть, вот этот каталог есть на сайте аквариуми.ру, также на YouTube-канале. Мы все это показываем и занимаемся спортивистской деятельностью, чтобы аквариумисты не совершали ошибок. Отлично. На самом деле, очень интересная продукция. Я, на самом деле, очень рад, что у нас в России хоть что-то производится, что мы не все везем из Германии, там, в основном, что хоть какое-то производство у нас в России есть. И я бы сказал то, что некоторые вещи такие, как, ну, мной уже испробованы, испробованы тот же Альтерфикс, например, или Корм ГСК, это, ну, высший уровень. Мне очень нравится. Спасибо, спасибо. Мы стараемся, стараемся держать марку, стараемся развивать отечное производство, потому что, как бы, на Германию, конечно, надеюсь, но сам не плашай. Ну, а я и мои подписчики рассчитывают на вас. Отлично. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. До новых встреч на канале Парк. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok